Всем привет! Сегодня у нас история от моей подписчицы. Сейчас ее зачитаем, с вами обсудим. Если вы считаете, что такая тема, раздел очень популярный на моем канале вам нравится, полезная, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Еще для анонимов, которые пишут историю, я хочу сказать, ребята, девушки в основном, да, девочки, если вы пишете другим блогерам, то мне историю свою не присылайте. Мне, честно, уже надоело читать повторные, когда вы это выкладываете на каких-то других каналах. Не потому, что я какая-то там фи, или мне это что-то не нравится, потому что я делаю двойную ненужную работу, трачу на вас свое съемочное время, обработку видео, вы у меня перезабираете день публикации, зачем это повторять то, когда уже есть на чем-то другом канале. Потому я призываю к вам, пожалуйста, если вы эту типа рассылку, как я понимаю, делаете всем блогерам, пожалуйста, исключите меня из такой рассылки, вот и все. А сейчас приступаем к истории подписчицы. «Добрый день, хочу рассказать свою историю. У меня 31 год, и с 20 лет до 29 я была замужем за нарциссом. В 25, когда совсем стало тяжко с мужем, я сама нашла информацию про этот диагноз. Много изучала психологию и просто погрузилась в это с головой. И к 29 нашла в себе силы развестись. Через полгода после развода мы с бывшим мужем на последних порах отправились в Анталию. Там сидели в кафе, познакомились с хозяином. Он сказал, что собирается в Россию и попросил номер телефона. Бывший муж сказал мне дать свой сотовый номер телефона. Когда мы вернулись в Россию, жили мы уже раздельно, и гражданин Турции мне написал. Мы начали общаться, как и во всех историях. Многие меня поймут сейчас. Он был обаятельный, начитанный. Мы разговаривали на английском, на разные темы. Он писал, что очень я ему понравилась. Очень был бы рад тому, как выяснилось, что... Очень был рад тому, что потом, как выяснилось, я в разводе. Я боялась, что это турецкий балабол, но он сказал мне на это, что он не турок, а курт, и их мужчины очень серьезные. Мне хотелось проверить, стоит ли мне тратить на это общение свое время, поэтому я взяла маму и поехала отдохнуть на 5 дней. Увиделись мы с ним несколько раз. Он вел себя серьезно, не склонял ни к чему, гуляли, болтали, много неловкости было. Но я заметила, что он как дитя, несерьезный, мечтает весь в иллюзиях, весь в драме. И по факту живет днем сурка. Дом, работа, работа, дом и дорога от одного к другому. Знаете, так очень многие турки живут. Последний ребенок в большой семье. Мне он понравился. Вернулась домой, продолжили общение. Разрыв с мужем-нарциссом набирал обороты, угрозы. Мое похищение, оружие у виска и полиция. Типичный нарцисс. Мой отец решил выделить мне средства и отправить куда подальше на несколько месяцев. Я попросилась в Турцию. Море, фрукты, солнце, перспективы новых отношений. Я взяла брата и мы уехали на 2 месяца. Мужчина помог мне арендовать дом в центре Анталии. Я отдыхала, мы общались, влюблялись, строили планы. Я говорила, что девушка в возрасте, пока нет детей, поэтому время тратить не собираюсь. Мне нужно сразу семью и детей. Ему 33 года. Он заявлял такие же намерения и желания. Сказал, что я приезжала два раза, и теперь его очередь ехать ко мне в Россию. Но когда сезон туристический закончится? Все, кафе на нем. Хорошо. Очень просил полностью закончить с мужем бракоразводный процесс. Почему? Потому что угрозы доходили даже тогда, когда я была в Турции. Я вернулась, разделила имущество, закрыла дела, жду жениха месяц, два, три. А все время какие-то проблемы. То сезон, то показ футбола, в который все деньги вложены, то умер отец. Сказал, что меня заберет на Новый год, раз сам не может выбраться. Даю нам последний шанс. Но опять что-то происходит не так. Надо сказать, что все наше общение, я в таком непонимании была, что вообще все, что происходит, не понимала. То ли он тот самый турецкий балабол все-таки. Но все ключевые моменты его жизни я знала. Он всегда был на связи. И смерть отца, мы на связи, чуть ли не на работе ко мне сразу звонки. То он бороду бреет по WhatsApp у меня, которую с 20 лет носил. Мы на видео вместе угораем над его новым образом. Нервы мне всех, конечно, поистрепал. Неопределенностью этой и завтраками, которыми кормил. Столько слез пролила. Решила, пора завязывать. Говорю, мне ребенок нужен и муж. А не вот это вот все. Порвала в общении. Думала, перебишусь. Но я девушка серьезная, красивая. И дома в России мужчины есть. Кто хочет ухаживать, ухаживает. И детей рожать вместе, и замуж меня зовут. Поэтому, появившись через месяц, он очень удивился тому, что разрыв это серьезно. Общение уже с другим у меня мужчиной началось. Еще через какое-то время я забеременела. Беременность запланированная. Сколько слез было у этого мужчины, как крыша поехала. Ушел в запой, звонил постоянно. Все говорил, почему это произошло со мной и с ним. Просто экзистенциональный какой-то кризис. Надо сказать, у него с молодости этот кризис не прошел, но тут полностью его накрыло. С того момента... Точнее, он повзрослел, я бы сказала. С того момента мы о чувствах наших больше не общались. Мы не смогли разорвать общение. Так и продолжили. Но как друзья. Все так же ржем по WhatsApp, обсуждаем что-то часами. Я вышла замуж. Муж один раз увидел входящий звонок, ревновал, ругался. Я как-то себя оправдала, что это ведь просто дружеское общение. И сказала, что не буду больше так делать. Но все равно не могу потерять этого человека. Как-то по душе мы близки и стали очень родными. Все равно созваниваемся. Я все время думаю, поженились бы мы вообще когда-то тогда или нет. Если да, то вряд ли бы был брак счастливым. Потому что я его люблю как человека. Но он страшный, эгоист, ребенок еще в свои уже 35 лет. С новым мужем все у меня хорошо. Но получается то, что нет в муже есть в моем турецком друге. Того, что нет в друге, есть в муже. Мужа очень люблю. Ни о чем не жалею. Вот такая история. Может кому-то из девочек будет интересно. Мне всегда нравится слушать чужие истории. Такие разные женские судьбы. И интересно ваше мнение. Спасибо, Галина. Я с вами давно очень интересная девушка. Спасибо за ваш труд. Все смотрела и представляла, что напишу когда-нибудь вам историю. Я у девушки спросила, в чем, собственно, ко мне вопрос. Она написала, что... Да, я думала, что спросить, когда эти отношения с турецким гражданином были в любовной стадии. Когда я видела, насколько искренне человек ко мне относится. Как он со мной разговаривает, смотрит. Даже не было этих жарких слов о любви. Все было в общении и в его глазах. Но одновременно были неисполнены обещания от него. Куча их. Тогда у меня были вопросы. Почему мужчина не развивает отношения, не делает обещанного? Сам придумывает какие-то обещания и в итоге их не выполняет. Даже в настоящее время, в конце наших нечастых разговоров, по видео, лицо у него краснеет, глаза наливаются слезами и так далее. Хотя не говорим мы об его любви и слова. Про ребенка спрашивают, как что. Покажу по видео, полелюкает с ним, опять ревет. Что у него в голове, непонятно. Такой, наверное, вопрос. Как вы думаете? Я написала историю, потому что подумала, что много девушек находится в неперспективных отношениях, зависит от чувств к мужчине, задает себе кучу вопросов и терзает себя. И может быть интересен мой опыт, и я считаю, что любовью, но для брака семьи, любви недостаточно. Я его очень любила, может сейчас люблю, такого, какой есть, но мне 30, и мне уже нужен был ребенок. Пришлось его оставить, этого мужчину. Может и вторую часть письма зачитать, если посчитаете, ну то, что девушка написала. Все очень просто. Вы отвечаете, понимаете, вы выбрали приоритеты, и вы о своем выборе не жалеете, но у вас остается вот это, а если бы я прыгнула назад, а в прошлое бы, а как бы у нас могло сложиться, вся такая история. У вас не сложилось, значит ничего сложиться не могло. Реальность принимаем так, вы открытым текстом себе говорите, в нем есть какие-то некачества, а другие качества, инфантильность, его детскость, безответственность, ветер в голове, несерьезность, я не принимаю. Я нашла человека, который мне это дает мой муж, которому надежно и хорошо. Вот ответ, собственно, тут гадалки не хоти. Но знаете, в чем скажу, как бы тут все понятно. Я одно могу сказать, что вы в браке своем, как вы говорите, я счастлива, а не вы несчастливы. В полном комплексе, что такое быть счастливым, конечно, у всех свои понятия, но нет. Потому что вы сели удобно посередине двух стулов, один выбьешь, ты будешь несчастный. Это мнимая иллюзия счастья, но на самом деле, мое мнение, вы своего человека еще не встретили. Вам нужен один, который все эти качества, лучшие из двух, будет восполнять в одном единственном человеке. Ваша задача, вообще задание я вам даю, будем считать, что вы у меня на консультации. Вам надо написать список мужчины идеальной, с которым я буду счастлива. Качество именно, какое он должен быть, что из себя должен представлять. Чтобы не пришлось это в двух разных искать. Потому что эта ситуация очень скоротечная, он найдет себе женщину, не сейчас, а через годик, неважно. Не останется один. Этот стул один из вашей попы, из-под вашей попы выбьют, и вы будете страдать. Вы будете в шатком положении. Я бы здесь не сказала, что есть какие-то невротические зацепки, потому что особо страдают. Немножко есть, что мы не вместе, вот эта вся история, но немножко не о том. Вы не намерены прямо именно на страдания не нацелены. Немножко другая история идет, но все равно я к тому, что позиция ваша а-ля мнимого счастья, она недолгая. Родно до того момента, пока он найдет себе какую-то женщину, и ей не увлечется, и не почувствуете меньше внимания, и будете ревновать. Потому что вы внутри считаете, что у вас хотя бы, может, бессознательно вы это вслух не произносите, но вы, скажем так, в отношениях с двумя мужчинами. Один а-ля дружба, второй муж, ответственный и все прочее. На самом деле для идеала вам нужно находить третьего человека. Супруг, вы же сами понимаете, компромисс. У вас был запрос, мне нужен ребенок, серьезное отношение, надежный человек, брак. Пожалуйста, вы его нашли. Но вы туда не включали страсть в глазах, заинтересованность и все такое прочее. Влюбленность, такая новизна в отношениях. Хотя с ним нет, с ним в этом плане холоднее, чем с вот этим турком, который дает эту эмоцию. Но он ненадежный. Вся история, возвращаемся к двум стульям под вашей боку. Удобно вы присели, но ненадолго. Честно скажу, ни с тем и ни с тем вы счастливы никогда не будете до конца. Потому что у каждого есть определенные минусы. Вы их безусловно ни одного, ни того, ни другого не любите. У вас есть минусы, проблемы, в которых вы просто сейчас компенсируете удобно. И вы можете, например, остаться с мужем, продолжать с ним долго жить или всю жизнь. Но вы всегда будете искать, где добрать эмоционального, теплого, вот этой любви, огонька в глазах. Закрыть эту потребность. Муж вам это не дает. Я считаю, никогда не даст. Потому что вы бы это изначально в нем считали. И турок бы вам был не нужен. Он бы был тем идеальным мужчиной. Но выбрали того, который закроет потребность семьи, ребенка и серьезности отношений. И вот эта вся история. Поэтому я считаю, что ваше счастье вообще с третьим другим человеком, который в себе лучшие качества из этих двух мужчин, будет восполнять. Сейчас вы можете подумать, какой-то бред, меня все устраивает. Вас устраивает уровень до того момента, по которому не найдете другую. И тогда вы на муже уже будете по-другому сказать. У вас будут другие потребности, запросы и тому подобное. Ситуация изменится в тот момент. Не бойтесь, когда это настанет, этого момента. Вы предупреждены сейчас мною. Ничего там страшного нет. У вас довольно-таки все неплохо, осознанно. Вы анализируете. Просто есть люди, которые живут, страдают и мучаются всю жизнь. 20-30 лет с мужьями какими-то нехорошими, которые обижают. Поэтому ваша ситуация не такая ужасная, не такая плохая. Но будьте просто готовы к тому, что вы положением вещей в какой-то момент будете недовольны. И просто вспомните мои слова о том, что я не буду довольна ни с тем и ни с тем. На самом деле истинное счастье, чтобы быть довольна, мне найти другого, третьего человека. Вот и все. Либо супругам попытаться в нем вытащить, найти каким-то образом, раскрыть его энергетический потенциал. Вот эту искру в глазах. Влюбленность в том, что вы в нем на данный момент не находите и закрываете с турком. Вот что я могу вам сказать. Такая история. Пишите ваши комментарии, что вы считаете по этому поводу, что вы думаете. Очень интересно. Я всегда под видео оставляю свою почту, чтобы вы прислали ваши истории. Либо записывались ко мне на частную консультацию по скайпу, по интернету. Мы с вами обсудим ваши проблемы, найдем их решение. Спасибо вам за внимание. Жду ваши комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok